Дмитрий Бутеров – это популярный рыболовный видеоблог, который ведет Дмитрий Бутеров. Если вы любите рыбалку и хотите знать о ней больше, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Привет, друзья! Это видео будет полезно начинающим и молодым рыбакам. Тем рыбакам, которые только-только начинают полагать рыбу. Как на удочку, как на фидер, как на спиннинг. И в нем я расскажу вам о погодных условиях. Тех, при которых рыба не клюет никогда. И как их распознать. Температура, давление, прыжки воды, смена бетров. Рассказывать, друзья, будет все из собственного опыта, который наработан годами. Но давайте, друзья, начнем от простого к более сложному. Первое – это температура. Прыжок температуры в 20 градусов. Это касается как зимы, весны, лета и осени. Независимо вверх либо вниз, за сутки в 20 градусов ставят крест на всей рыбе. Как на реке, так и на озере. Не клюет никто. Ни мирная рыба, ни хищная. В этом случае прибор, который вам поможет, я думаю, вы догадались, это термометр, который есть у каждого из вас дома. Посмотрев на него, вы сможете легкостью определить, во сколько градусов произошел прыжок за сутки. Если температура не менялась, касается зимы, лета, весны и осени, поклевок будет, в принципе-то, нормальный. Но если такая картина произошла, когда прыжок произошел в 20 градусов вверх либо вниз, есть ли смысл, друзья, идти на рыбалку? Ну, будет только с одной целью. Чтобы рыба прогул не поставила. Больше никаких других смыслов идти на рыбалку нет. Поклевок вы все равно не увидите. Лучше рыбки, тем более, не поймаете ни зимой, ни летом, ни весной, ни осенью. Сейчас, друзья, о давлении. Прибор, который вам поможет, это барометр. На барометре есть две стрелки. Чтобы сильно не повторяться, не тянуть видеоролик. На канале у меня видеоролик про барометр есть. Ну, коротенечко. Там две стрелки. Одна стрелка, которая показывает то давление, которое есть на улице. А вторая стрелочка, она движется, сопоставив две стрелки вместе. Одну напротив, другую. Вы, тем самым, будете фиксировать давление. Поставили ночью, пошли, поставили, соединили две стрелки. И когда та стрелка, которая показывает настоящее на улице давление, она от вашей, которую подвинули. Это на всех барометрах одна и та же схема. Работа по одному и тому же сценарию. Отъехала либо вверх, либо вниз. Если вниз отъехала, значит давление упало. Если поднялась вверх, значит давление подпрыгнуло. И чем больше разрыв между двумя стрелками, повторюсь, не буду тут объяснять. Сам баромет опять по новой, все это дело и тянуть ролик, тем выше произошел или ниже скачок давления. Потолок 30 мм за сутки. Менять насадки, менять местность бесполезно. Не клюет никто нигде и ни на что. Ни на реке, ни на озере, ни зимой, ни летом, ни весной, ни осенью. Это потолок. За сутки 30 мм. Или же, другой вариант, 10 мм за час. Вверх или вниз. Независимо. Кто же ставит крест на всей рыбе. Как на реке, так и на озере. Не клюет даже у клейка на мягких хлеба. А также есть, друзья, два предела. Нижняя и верхняя. Верхний предел составляет 775. Всё, клёк фактически сходится на нет, как зимой и летом, весной, в принципе-то и осенью. И самый нижний предел, когда также рыба больше не клюет ни на реке, ни на озере, ни зимой, ни летом, ни весной, ни осенью. Это давление ниже 720 мм. 715, 710 и ниже. Всё. Ферит а-ля. Не сработает ничто. Менять местность, менять насадки бесполезно. То есть отправляться при максимально высоком и максимально низком на рыбалке. Ну, смысла какой? Опять же повторюсь. С одной только целью, чтобы рыба не поставила врагу. Есть ещё, друзья, один фактор, при котором рыба не клюет ни зимой, ни летом, ни весной, ни осень. Это смена ветров на 360 градусов. Особенно её замечают те, кто курит. Когда курит сигарет, он курильщик. То ветер дует с одной стороны, то есть дым то в одну сторону несёт, потом в другую, то в лесу, то от себя рыбак замечает. Ага, бедра уже поменялись. Ну, в такой ситуации, когда вы оказались на рыбалке, обратите внимание на это. Обычно мы, когда раньше на рыбалке были, всегда разжигали костёр. А знаете почему? Не погреться. Вот, допустим, осенью, весною, летом. Просто для того, чтобы, когда костёр горит, валит дым. Небольшой. Главное, чтобы дымило что-то. И уже по костюм, по самому мусора можно собирать, там поджог что-нибудь, путь горит, шает. Именно по самому дыму очень легко определить смену ветров на 360. Когда дует то юг, то запад, то север, то восток моментально. То есть это происходит буквально не за сутки. Это может происходить там за 15, 20, 25 и 30 минут. То есть за полчаса, или там за 10-15 минут, ветер может поменяться раза 4 по направлению. Также может меняться и скорость ветра. Как только это на рыбалке началось, то есть ветер начал меняться вот так, то слева, то справа, то спереди, то сзади, можно дальше крест на рыбалке ставить. Клевать не будет никто. Ни на реке, ни на озере, ни зимой, ни летом, ни весной, ни осенью. Теперь, друзья, о том, когда идут дожди. Например, осень, такая пора, когда дождей выше крыши. И вода в реке может подниматься, отпускаться. Насчет пары реку. Хорошо, если вы, друзья, допустим, ходите на одно и то же место. Зафиксировать, поднялась вода или упала, можно очень легко. Если возьмут палку в урез воды. И придя на завтра на рыбалку, вы увидите, если вода выше палки, в сторону берега, значит вода прибыла. Если палка оказалась на берегу, а вы втекали ее в урез, значит вода упала. Но как быть в другой ситуации, если вы ходите на разные места? То есть сегодня на одном месте половили, завтра ловите уже на другом. Как распознать, подпрыгнула вода или упала? Замуждая, друзья, при резких подъемах и падении воды, рыба также перестает клевать на реке весной, летом и осенью. Слава богу, зимой это не так сильно халышит. Хотя, в принципе, бывает и так, и зимой. Когда лед поднимается, то отпускается. То есть лед поднялся, вода прибыла. Лед упал, вода упала. И раздается такой треск, который также ставит креск на всей рыбе. На его клеве. То есть за счет треска все везде поится, там под водой бегает, прыгает, убегает. Все в панике, никто не клюет. Допустим, друзья, оказались вы в незнакомом месте на рыбалочке. Первый раз. Вы не знаете, прибыла сегодня вода. То есть в верховьях дожди сыграли или не сыграли. Потому что осень такая пара, когда дождей выше крыши. Вот. Обратите внимание на одну вещь. Посмотрите на пологий берег. И найдя его, на нем лучше всего это видно. Посмотрите на урез воды. От уреза воды в сторону берега песок будет очень сырой. Дальше он будет тоже сырой, но не такой сильный. От самого уреза воды, от края, от кромки воды вверх, в сторону берега, он будет максимально сырой. Такой темный-темный-темный песок. И вот чем больше расстояние этого темного песка, дальше он будет уже сероватого цвета, не такой темный. И чем больше расстояние этого темного песка, значит вода упала. Потому что когда вода падает, вот это расстояние песка от уреза сырое, как раз и показывает, насколько вода упала. Если визуально сантиметров 25-30, ну, ребята, короче, ловим только уклейку. Созна клевать никто не будет. Если расстояние визуально примерно спич на коробок, или два спич на коробка, ничего страшного в принципе-то нет. Ну, а если уж расстояние визуально этого сырого песка больше чем полуметра, махните на рыбалку рукой. Сегодня даже клевать будет только уклейка. Ну, на опарыша. На мягких шлебах лучше, конечно, ловить на опарыша. Со дна и в пол воды клевать не будет никто. Если, друзья, с падением воды еще в принципе-то понятно, здесь в принципе просто можно легко и без напряга определить, а как определить подъем воды, то есть насколько вода поднялась, как это узнать. Опять же, обратите внимание на местность, то есть на берег, где фактически нету течения, или течение минимально, или-или-или-или тянет его. И обратите на пену. Когда вода подпрыгивает, от улеза воды в сторону берега всегда будет пена белого, белого, беловато, желтого или сероватого цвета. Если ширина пены визуально со спич на коробок, то в принципе-то можно ловить и со дна. Если визуально ширина пены от улеза воды в сторону берега составляет больше двух и более коробков, то есть это примерно 10 сантиметров, тогда ловите уклейку. Если ширина пены составляет очень большое расстояние, допустим, сантиметров 25-30, ребята, можно вставить крест. В верховьях прошли дожди, вода кардинально подпрыгнула очень сильно. Это поставит крест на той рыбе, которая находится у дна. Ловить можно только, в принципе-то, уклейку. Она, в принципе, на это не так сильно играет, но по воде и у дна не ловите, особенно на зонной оснасти. Кроме потерянного времени ничего, в принципе-то, не получите. Со дна сегодня не будет клевать никто. Так можно определить, насколько, в принципе-то, вода упала по песку, по резу воды по сырому, по мутному такому, он хорошо различимый, и по пене. Она может разного быть цвета, вот такая тёмная-тёмная. Это уже, значит, там в верховьях прошли ливни, напитали маленькие речки, поток воды пошёл вниз, метаясь он в своём пути. Вода кардинально подпрыгнула, которая поставит в дальнейшем крест на всей приданной рыбе и той рыбе, которая находится в полу воды. Ну и исключение уклейка, в принципе-то. На парика можно, в принципе, половить её. Она как раз клюёт зимой, летом, весной и осенью. Единственное, когда она не клюёт, это при скачке давления 30 миллиметров за сутки. Это уже на ней крест стоит. А на всей остальной рыбе и подобно. И заключение, друзья, выше всего сказанного. Если вы попали в такую ситуацию с теми или иными погодными факторами, которые я вам сейчас только что рассказал, не заходите в интернет и не ищите волшебные насадки, которые работают против этих погодных факторов, резких подъёмов давления и отпускания, так же, как подъёмов воды, температурных скачков. Не ищите вы эти пустышки интернета. Кроме разочарования и потерянного времени, вы больше ничего не получите. Так как-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!